Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку и основатель школы Тринс Чи Низ. Добро пожаловать на мой канал! Все чаще в комментариях вы задаете вопросы про быт в Китае. Какие квартиры, как все устроено в магазине, как китайцы поступают в разных бытовых ситуациях. Давайте сегодня поговорим на одной из таких тем. Действительно ли так грязно в Китае? Почему китайцы плюются? Они что, не моются? Страшные вопросы с интересными ответами. Ох уж эти стереотипы! Пора с ними разобраться. В этом видео расскажу про то, как обстоят дела с гигиеной в Китае. Смотрите до конца. Уверена, вы найдете ответы на многие ваши вопросы. Давайте сначала заглянем в историю. На самом деле древние китайцы были чище и гигиеничнее, чем большинство культур и цивилизаций. Древние китайцы купались с мылом, приготовленным из семян растения, называемого цаотя, глядичье китайское или мыльный стручок. Голову мыли не каждый день, потому что у древних китайцев была традиция не стричь волосы. Соответственно, поэтому мыть их было нелегко. Вместо этого на волосы наносили специальную жидкость, чтобы защитить их и придать им сияющий и глянцевый вид. Еще несколько интересных фактов. Во времена династий Ся и Шан, а это было до нашей эры, этикет благородного мужа или джентльмена требовал от него, чтобы он мыл руки пять раз в день, принимал ванну каждый пятый день и мыл волосы каждый третий день. Ой, умылся. Во времена династии Тан начали использовать бани. По-китайски они называются дзялтхан. Первое время они были особенно популярны среди членов императорской семьи, но также были и доступны простым людям. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. А ты мне говоришь? Да, тебе. Также в эту же эпоху китайцы изобрели зубную щетку, которую они использовали для поддержания чистоты зубов. А еще было распространено использование отбеливателей для зубов. Да, отбеливание зубов – это тема не только современного человека. В древности люди тоже хотели быть красивыми. Еще уже тогда китайцы знали о болезнях, передаваемых через загрязненную воду, поэтому делали крышки для защиты колодцев от загрязнений и изобретали песчаные фильтры, подобные тем, которые используются сегодня. И это тоже про гигиену. Также они не любили есть холодную пищу, очень хорошо зная, что сырая пища может нести болезни из-за бактерий, которые передаются через недоваренное мясо, например. А что сейчас? Конечно, с приходом новой эпохи все менялось, и новый Китай был уже не таким чистоплотным, что, конечно же, попадается иностранцам на глаза. И многие начинают рассматривать это как признак грязи чуть ли не во всей Поднебесной. И самое-самое – это что? Это, конечно, плевки. Да, есть такая особенность в Китае – любят китайцы плеваться. И этому есть объяснение. Пол, особенно вне собственного жилья, считается у китайцев символом грязи. Поэтому отхаркивание, плевки и сморкание на улице долгое время считались в Китае обычным делом. Как правило, китайцев с детства приучают к тому, что проглатывать слизь вредно для здоровья. Поэтому они ее выплевывают, выкашливают и высмаркивают. Кашель зачастую звучит очень искусственно. Это как смесь хрипения и удушья. И даже изящные девушки могут иногда издавать вот такие громкие неприятные звуки. Однако государство все-таки старается управлять этой традицией. Особенно на фоне развития туризма и проведения международных мероприятий. Как-никак Китай выходит на передовые позиции в мире, и ему нужно сохранять свое лицо. Поэтому в больших городах можно встретить предупреждающие таблички. Плеваться запрещено. Не плеваться. Одно время в Китае даже за это штрафовали. И сейчас образованные люди все-таки знают, что делать это некультурно. И чаще всего, если мы слышим какие-то вот такие неприятные звуки, как правило, они исходят от старого поколения. Молодежь уже увлекается этим гораздо меньше. Дальше из удивительного это штанишки для малышей с прорезью. Называются они по-китайски хай танг ху. В Китае многие дети до трех лет, особенно мальчики, носят вот такие штанишки. Они имеют непрошитый шов на ягодицах или отверстие по центру ягодиц. Ребенок надевает штанишки хай танг ху во время приучения к туалету. Поэтому китайские дети могут выходить в них прямо на улицу, независимо от погоды. Вот с такой большой прорезью. Они могут испражняться в мусорные ведра, в горшки с большими растениями, на тротуар и любые другие поверхности. А родители за ними это все дело убирают. Так зачем же носить такие штанишки? Почему нельзя надеть подгузники? Да потому что китайцы считают вредным для ребенка справлять нужду прямо в штаны. То есть то, что приемлемо для нас, неприемлемо для китайцев. Это вопрос внутренних представлений, вопрос менталитета. И опять же это не значит, что прямо все китайцы заставляют своих детей носить такие штанишки. Есть родители, которые отдают предпочтение подгузникам. И третье это забегаловки. Вот в них реально бывает грязно. Особенно если речь о городе поменьше или деревне. Почему? Да потому что это реальная забегаловка. Если в других странах такие забегаловки отсутствуют, то в Китае есть такие места, где очень-очень низкие цены. А иностранцы сразу начинают делать далеко идущие выводы, что мол раз в забегаловке грязно, значит и грязно во всем Китае. Конечно же нет. В заведениях среднего и высокого уровня с гигиеной все в порядке. Ну что, про грязные стереотипы поговорили. Теперь давайте посмотрим и на другие стороны гигиены в Китае. В Китае в плане внешней чистоты очень большой прогресс. На улицах очень чисто. Уборка идет постоянно. За последние годы людей приучили сортировать мусор. Даже детсадовский ребенок знает, в какую корзину бросать какой мусор. Еще один современный предмет гигиены – это маски, который стал привычным атрибутом китайцев в период пандемии. Хотя китайцы и раньше активно их носили для того, чтобы защититься от загрязненного воздуха. А вот любовь к баням как началась в древности, так и сохранилась и по сей день. Но бани в Китае немного непривычно для нас. Это не совсем то, что мы себе представляем. Это целый спа-комплекс в несколько этажей с открытыми и закрытыми бассейнами. То есть с бассейнами, которые находятся внутри и снаружи, на улице. С горячими источниками, с зоной отдыха, с комнатами с горячими камнями, с массажными комнатами и, конечно же, с сауной. В таком месте можно провести как целый день, так и всю ночь, потому что там есть специальные комнаты для сна. Ну, конечно же, когда ты так попарился в бане, покупался в горячем источнике, сделал массаж, очень-очень приятно взять там и уснуть. Какой-то электросон, я вам скажу. Ну, прямо как каменный век, понимаете, по сравнению с этой восточной медициной. Там ведь, знаете как, вот иголочкой тюк-тюк и все. А, не верят. Да, и по поводу мытья. Теперь современные китайцы моются так же часто, как и любой городской житель. То есть, кто-то моется каждый день, кто-то два раза в день, а кто-то через день. И еще. Китайцы очень любят мыться в спортзале. В этом есть определенный хитрый умысел, потому что в Китае нужно платить за воду. А если моешься в спортзале, то так можно сэкономить на оплате воды дома. Кстати, по поводу дома. Китайцы здесь ведут себя немного непривычно для нас. Но, а в чем-то и привычно. С одной стороны, они так же, как и мы, снимают уличную обувь перед тем, как заходить домой. И переобуваются в домашние тапочки. Порой у входной двери в квартиру можно даже заметить большие полки для обуви. То есть, китайцы переобуваются прямо перед порогом для того, чтобы не нести грязь домой. С другой же стороны, китайцы могут ходить по дому, есть и даже спать в уличной одежде. Связано это с тем, что на юге Китая нет отопления, а в южных городах тоже может быть холодно. В таком случае, китайцев не смущает ходить по дому в пуховике. И также их не смущает выйти в пижаме на улицу для того, чтобы прогуляться с собакой или зайти в супермаркет. При этом у китайцев может быть даже очень строгий подход к очищению одежды. Некоторые из них верят, что нижнее белье ни в коем случае нельзя стирать с остальной одеждой. Потому что она априори грязнее нижнего белья. Они даже могут пренебрегать стиральной машиной. Потому что стиральная машина считается не такой-то и чистой. Соответственно, стирают нижнее белье исключительно руками. В то же время, они могут не гладить. То есть, не уделять такое внимание глажке, как, допустим, наши домохозяйки. Считают, что белье и другая одежда и так сама по себе разгладится. Надел и пошел дальше. Зато у них четко принято вешать белье, одеяло и подушки на солнце, на балкон. Или прямо вот так взять и вынести на улицу. И повесить, допустим, на какие-то спортивные тренажеры, перекладины. Для того, чтобы убить всю заразу. И последний очень интересный факт в плане гигиены. В Китае существуют обычаи, которые называются цойюэцэ. Месячный послеродовый отдых. Который накладывает на женщину массу ограничений. В том числе, нельзя мыть голову, нельзя мыться, нельзя находиться на сквозняке. И, в принципе, нельзя выходить на улицу. По древним обычаям, даже нельзя чистить зубы. Там очень много ограничений именно в плане гигиены. И единственное, что можно, это протирать свое тело влажной губкой. В остальном, запреты, запреты, запреты. Естественно, это вызывает очень много вопросов. Особенно у иностранцев. Как же так? Ведь это антигигиена. Но в представлениях традиционной китайской медицины, это, наоборот, защита для здоровья женщины. Чтобы она не простужалась, это как минимум, а как максимум, это влияние на здоровье женщины на всю жизнь. Чтобы избежать головных болей и многих других хронических заболеваний. Которые могут преследовать женщину впоследствии, если она не будет соблюдать эти правила. То есть здесь столкновение разных культурных представлений. Ну что, как вам привычки китайцев в вопросах гигиены? Развеялись некоторые мифы? Чему особенно удивились? Думаю, что вы заметили, что дело не во внешней стороне, а в представлениях. Где-то чище, где-то грязнее, а где-то просто по-другому. На то мы и жители разных стран. Напишите в комментариях, что вам еще было бы интересно узнать про быт китайцев. А я запишу об этом видео. И заодно выучим полезные слова и фразы на китайском. И обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Это помогает нашему каналу расти. Ну а если не хотите пропускать новые видео, жмите на колокольчик. С вами была Анна Кузина. До встречи в следующих видео. Пока-пока.